Приветствую вас, складывается такое впечатление, что вы, знаете, используете, пытаетесь использовать мужчину для того, чтобы компенсировать, купировать свои проблемы. Понимаете? То есть, как это видится мне? Когда вы были на коне, когда вы были на высоте, молодой человек вам, судя по всему, был не нужен. Вообще, потому что вы расстались, за него вы не боролись, ну, по крайней мере, опять же, это не вытекает из вашего текста. Вот. Значит, и когда, когда мужчина, значит, добился определенных высот, вот, только тогда вы захотели с ним быть, только тогда вы захотели, ну, только тогда вы обратили на него внимание. Вот. Своё. Только тогда. То есть, он вам нужен для того, чтобы чувствовать себя лучше. При этом, обратите внимание на то, что у вас, у самой, есть ряд сложностей. Да? Таких, как то, что вы расстолстели, чувствуете себя родиной, и так далее. Вот. И с молодым человеком, возможно, я не говорю, что это прям обязательно так, но с молодым человеком вы хотите общаться именно для того, чтобы компенсировать себе вот это то, что вам не хватает. То есть, вы хотите с ним быть, потому что вы в нем нуждают. Вот. Вы скучаете, потому что вам чего-то не хватает. И... Исходить здесь нужно именно из этого. То есть, если вы его любите, действительно любите, то стоит подумать, что человек получит, если будет с вами в отношениях. Вот. Что он получит. А получит человек, по сути дела, партнеры, которые в нем нуждаются. И, соответственно, соответственно, чего-то от него ждет. Вы считаете, что это хорошо? Ну, то есть, вы считаете, что так должно быть? Если вы его любите, то для своего мужчины вы вряд ли хотели бы именно вот такого. Поэтому для начала я полагаю, что вам нужно решить проблему именно того, что вы чувствуете себя неполноценной, а проблему того, что вы чувствуете себя уродиной и так далее. То есть, грубо говоря, проблема низкой самооценки. Вот. И только вот уже после этого, после этого, можно будет, в принципе, говорить о том, что делать для того, чтобы с ним сближаться. Вот. Только так. А иначе отношения ваши будут, к сожалению, созависимыми и не принесут радости ни вам, ни ему. Что, опять же, неприемлемо, если вы его любите. А далее вы пишете, что скучаете. И у меня к вам вопрос, почему именно вы скучаете? То есть, чего конкретно вам не хватает, что конкретно вам нужно в этой ситуации. Вот. Ну и, конечно, конечно, безусловно, нужно разобрать то, почему вы растали. То есть, если вы его любите со школы, и при этом вы не говорите о том, значит, почему вы растали, из-за чего вы растали. Ну вот. То я полагаю, что здесь явно идет что-то несознательное. Вот. То есть, что-то вы не осознаете, что-то вы не видите, что-то вы упускаете. Вот. И в этом вам можно и нужно помочь. Чтобы вы владели полной картиной того, что происходит. Вот. Опять же, для вас. То есть, поймите, пожалуйста, да, что все это важно для вас. Вот. Что вы можете привнести в отношения? А что вы хотите привнести в отношения? Вот. Что привлекает вас к мужчине больше? То есть, привлекает он сам чувства, которые вы испытываете по отношению к нему? Или то, что он добился высот высот? А может быть, ваши какие-то ожидания? Ну, ожидания, да, по отношению к нему. Вот. Вот. Это вот те аспекты, которые нужно в любом случае рассмотреть, потому что очень и очень, знаете ли, это все важные моменты. На использование людей для своих целей ни одни отношения хорошо не выстраивались. К сожалению, или к счастью, это уже не мне решать. Вот. Очевидно, что у вас проблемы с мацанкой, очевидно, что у вас есть, ну, скажем так, установка на неуспех. Вот. Очевидно, что сами вы о себе мнение крайне невысокого. Вот. И, собственно, именно это и нужно в первую очередь корректировать. А дальше уже будет видно, как и что делать вам. Вполне возможно, что, получив о себе адекватные представления, вы забудете о молодом человеке, и он вам вообще будет не нужен. То есть, вы обретете гормонию в себе, и вам он просто-напросто будет не нужен. Потому что, ну, если вы расстались, значит, на то были причины. И я понимаю, что вы можете хотеть вернуть его, я понимаю, что вы можете хотеть реанимировать отношения, но вопрос в том, в том, для чего вы это делаете. То есть, реанимировать отношения, чтобы что. Вот. То есть, что конкретно вам нужно. Вот. С этим нужно определиться. С этим нужно определиться. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что для вас это было полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч.